Это рубрика «Прожектор концепции». Скорее всего, она будет небольшой, но тема, которую хотелось бы рассмотреть, довольно актуальная. Как известно, несколько недель назад был представлен проект транспортной реформы, который подразумевает под собой внесение изменений в документы транспортного планирования. Но его было решено отправить на доработку. И теперь, естественно, возникает вопрос, а что дальше? То есть можно ли говорить о том, что в момент упущен все нам кирдык, или же еще есть время для того, чтобы все переработать и сделать что-то более-менее удобоваримое? Потому что если вы смотрели позапрошлый транспортный блок, то там я во многом раскритиковал проект изменения маршрутной сети в том плане, что он просто невыполним. И согласился с тем, что это 100% надо дорабатывать, а по-хорошему даже перерабатывать. Потому что это все равно основывается на нынешней маршрутной сети, которая каким-то образом должна еще несколько лет пережить. И есть очень большие сомнения, что она это сделает. Начнем с вопроса, а есть ли время на то, чтобы доработать? Ответ – да. Но не совсем да. Потому что если мы будем говорить чисто о маршрутной сети, то тут действительно есть время. Снова обращаюсь к позапрошлому транспортному блогу, в котором я сказал, что у большей части коммерческих маршрутов свидетельства заканчиваются, а следовательно и сделать с ними можно хоть что-то не ранее 2026-2027 годов. И лишь у некоторых маршрутов, там, по-моему, то ли 6, то ли 8, свидетельства истекают раньше, в 2025-м. За скобками мы оставляем 42-й маршрут со свидетельством до 2024-го года. Ну, там с ним сделать что-то очень проблематично. Я бы сразу перевел на контракт с малым классом, потому что там иначе он просто не выживет. Но тоже все равно вопрос, а доживет ли с 42-й до 2024-го года. На большинстве направлений еще есть даже несколько лет на то, чтобы придумать, что сделать с маршрутной сетью. С теми маршрутами, у которых свидетельства заканчиваются в 2025-м году, с ними надо определиться до лета 2024-го. То есть, прямо сейчас кричать о том, что вы там придумали с маршрутной сетью, может, и не стоит. Но вот уже весной 2024-го года этот вопрос, по-хорошему, стоило бы определить хотя бы с теми маршрутами, которые должны будут меняться или как минимум переводоваться свидетельства в 2025-м. Это все очень так сложно, это все бюрократично, тяжело понять простому человеку, но, если коротко, на изменения маршрутной сети время есть. А вот на обдумывание чего времени не особо много, так это на инфраструктуру УРТ. Сейчас с УРТ есть проблемы. Во-первых, рембаза по-прежнему в так себе состоянии, ремонты автобусов и троллейбусов почти не производятся, за крайне редким исключением. Во-вторых, все закупки новой техники, которые производятся, они производятся за рамками нацпроектов спонтанно, практически по принципу. Если вдруг так получилось, что нашлись деньги, их направляют. Но изначально в планах ничего не значится, никаких закупок. Ну вот, например, открыло государство кредитную линию для регионов на закупку новых автобусов. Рязанская область такая, о, ура, возможность появилась, берем 20 штук, хотя мы изначально их не планировали. Теперь 20 автобусов должны в феврале 24-го года прийти. Или 25, я уже запутался. Затем. Так повезло, что Рязанская область в 2023 году заработала больше денег, чем предполагалось. Они такие, ой, хорошо, мы закупим 5 новых троллейбусов. В итоге 5 новых троллейбусов придут до, если мне память не изменяет, 20 декабря 2023 года. Но снова изначально эти 5 новых троллейбусов не планировались. И если на 2024 год так же ничего толком не запланируют, это может оказаться проблемой. Или говорить, что мы будем пытаться чинить то, что есть, или же все-таки начинать масштабные закупки в 2024 году. Сейчас, я так понимаю, в планах этого нет. Я не питаю особых иллюзий насчет городского и областного бюджета, что там выделят эти средства. Но, честно говоря, даже если все будет плохо, то лучше пусть распланируют средства на 30 новых троллейбусов, чтобы потом сказать, ой, у нас все очень плохо, мы закупим не 30, а 20, чем сейчас выделить средства на закупку нуля машин, чтобы потом сказать, ой, у нас все плохо, мы закупим 0. К сожалению, комплексного подхода и четких планов по развитию УРТ по-прежнему не наблюдается. Вот так получится, что в 2024 году не будет новых троллейбусов, рембазу не наладят, они начнут сыпаться, а закупок-то нет. И вот все. Теперь еще такой момент. Вот разработали все эти документы и сказали, а ну их нафиг, дорабатываем. И может получиться, как в 2019 году. Типа отправили на доработку, а потом такие, мы как-нибудь сами без этих ваших документов. Возможно ли повторение событий 2019 года? И да, и нет, потому что в 2019 году это на официальном уровне не разрабатывалось. Я вообще, честно говоря, не совсем понимаю, на каком конкретном уровне, но это не было ни в рамках никаких официальных документов. То есть просто предложение, как можно поменять общественный транспорт. Все. Сейчас же выделены бюджетные деньги были. Это четкие документы, которые регламентируются нормативно-правовыми актами. И кроме того, контрольно-счетная палата уже заинтересовалась обоснованием выделения средств на разработку этих документов, которые отправлены на доработку. Поэтому если их отправят в ящик, то контрольные органы могут очень сильно по этому поводу возбудиться. Правда, один из трех документов, который разрабатывался, он уже принят. И по поводу этого. Недавно ВИДСБОКУ написала, что они обращались в мэрию по поводу этих самых документов в рамках транспортной реформы, что с ней вообще происходит после отправления их на доработку, и им написали. В связи с разработкой подрядчикам документов транспортного планирования Рязанской городской агломерации принято решение о внесении доработок в рамках гарантийных обязательств в проект документа «Комплексная схема организации дорожного движения». То есть, комплексная схема организации дорожного движения – это всего лишь треть от анонсированной транспортной реформы, которая касается исключительно, ну, как ни трудно догадаться, организации дорожного движения. То есть, это дороги, разметка, светофоры, выделенки и тому подобное. Да, тем выделенок очень много вызвало «бомбежки» со стороны ряда слоев населения. Но если углубиться в тот же проект комплексного развития транспортной инфраструктуры, уже принятый согласно новым разработным документам, то почти все эти выделенки, они делаются за счет расширения дорог. Причем, что то самое смешное, в ПК РТИ есть проекты расширения дорог, но нет на расширяемых участках выделенки, а в КСОДД есть выделенки, но ничего не сказано про расширение участков. Не бьются друг с другом документы, короче. Это очень странно, но ни слова не сказано о схеме организации общественного транспорта. Что с этим документом пока непонятно, поэтому время, повторюсь еще раз, есть, но держать эту проблему надо в уме. И весной уже спрашивать, а что будет с маршрутами, у которых свидетельство заканчивается в 2025 году, какие на них есть планы. Субтитры создавал DimaTorzok